Мы родом из СССР. Выставку с таким названием открыли в Новосибирском художественном музее. Здесь собрали экспонаты прошедшей эпохи. Живопись, графику, скульптуры и фотографии. Авторы работ, почти все, родились еще в стране Советов. Одним из первых на выставке побывали мои коллеги. Эта выставка в художественном музее в буквальном смысле возвращает в прошлое. Татьяна Громыкина среди экспонатов нашла автопортрет своей племянницы времен Советского Союза. Это ее автопортрет. Она была вот такая красивая. Она и сейчас красивая. Но тогда она в молодости была. Вот видите, сами видите. Девушка очень симпатичная, очень эффектная. Но она всегда была у нас общественница. И вот тут ее автопортрет, как комсомолка. Капсорт, по-моему, она была. Ну да, Капсорт называется. Еще один повод собрать образцы творчества прошедшей эпохи. В следующем году исполнится 100 лет со дня основания страны Советов. На выставке «Мы родом из СССР» представлены работы новосибирских живописцев, графиков, скульпторов и фотографов. Слава Богу, сейчас все начинают понимать, что надо не расходиться, а надо собираться. Как мы видим, Советский Союз тоже может. На самом деле, поэтому очень хорошо, когда все жанры искусства здесь представлены на этой выставке. Есть и современная часть экспозиции. Здесь работы, которые были созданы совсем недавно. Это часть нашей истории, потому что СССР – это не просто наше прошлое. Я бы сказала так, что сегодняшняя выставка – это такой своеобразный мостик из прошлого через настоящее и в будущее. Несмотря на то, что сейчас Советского Союза уже нет на карте мира, актуальность выставки не пропадает. Тем более, что ее задумывали без политической или идеологической подоплеки. Мы хотели делать такую рабочую выставку, традиционно показать, что у нас есть на сегодняшний день. Не обязательно это политика, не обязательно это непосредственно воспоминания в чистом виде о Советском Союзе. Просто люди, которые родились тогда, вот сейчас работают так. Но определенную ностальгию все же можно ощутить по стране, которой уже нет, по молодости, поверив в светлое будущее. Татьяна Кияева, Александр Потенихин и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует...